Хитрость состоит в том, что существуют так называемые нестандартные модели. Опять-таки, я здесь пропускаю чрезвычайно важную, чрезвычайно интересную теорию о полноте логики, которая звучит так, что если вам дали набор аксиом, и из этого набора аксиом нельзя логическим путем вывести противоречия, то у такого набора аксиом существует модель, то есть существует множество, на котором эти аксиомы вернули. Существует такое множество, на котором есть, например, а штрих, на котором есть такая штука, как х плюс у, и так далее, и так далее. Все-все-все вот эти аксиомы вернулись. Так вот, смотрите, ребята, еще прелесть. Я сейчас чуть-чуть изменю набор аксиом арифметики, и вы вдруг увидите, что произошло что-то совершенно чудовище. А именно, к тем аксиомы вернулись, я еще добавлю сейчас такие забавные аксиомы. Есть такая константа С, которая не равна единице, не равна 1 штрих, не равна 1 штрих, не равна 1 штрих и так далее до бесконечности. Господа, посмотрите, пожалуйста, что произошло. Я добавил бесконечное число аксиомы. Но заметьте, что абсолютно не хитрых, правда? Число не равно единице, число не равно 2, не равно 3, не равно 4, не равно 5 и так далее до бесконечности. Как вы думаете, существует ли натуральное число, которое не равно ни единице, ни двойке, ни тройке? Вообще-то нет. Замечательно. Интересно. А если мы будем пытаться получить противоречия? Вот есть у нас все реалки. Во всем думцы и так далее, все замечательно. И к ним еще добавился вот этот вот бесконечный список. Я начинаю работать. Ребята, в логике есть замечательная вещь. Любое доказательство является конечным текстом. А поскольку оно является конечным текстом, то я смогу использовать в нем только конечное число из этих аксиомов. С не равно единице, С не равно двум, С не равно числу 2018. Все замечательно. Но я не смогу использовать все бесконечное количество аксиомов. А это означает, что я не смогу получить противоречия. Потому что какое бы натуральное число я ни взял, существует число большее. Поэтому если я знаю, что С не равно единице, С не равно двум, С даже не равно миллиону, то из этого противоречия не получишь. Потому что существует большее натуральное число. Я мог бы получить противоречия, если бы одновременно взял все эти аксиомы. Но у меня нет такого правиловывода. Мы получили замечательную вещь. У арифметики существует нестандартная модель. Модель, в которой есть число, которое больше всех обычных натуральных чисел. Заметьте. А при этом аксиомы индукции есть. Все есть. А модель нестандартная. В ней больше чисел. В ней, так сказать, бесконечно большие числа. Общих. uk